Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего занятия – строки. Мы рассмотрим понятия строки, свойства строк, рассмотрим основные операции над строками и функции языка, которые применимы к строкам. Строка – это линейно упорядоченная последовательность символов, принадлежащих к конечному множеству символов, называемых алфавитом. Строки обладают следующими важными свойствами. Длина строк, как правило, переменная, хотя алфавит фиксирован. Обычно обращение к символам строки идет с какого-нибудь одного конца последовательности, то есть либо с начала строки, либо с конца строки. То есть важна упорядоченность этой последовательности, а не ее индексация. Чаще всего целью доступа к строке является не отдельный ее элемент, то есть не одна буква, хотя такое тоже возможно, а некоторая цепочка символов в строке. Обычно мы проверяем, входит ли эта строка в другую строку. Базовыми операциями над строками являются такие операции, как определение длины строки, присваивание строк, конкатенация или сцепление, или соединение строк, выделение под строки. В C++ не содержит стандартного типа данных строка. Вместо этого он поддерживает массивы символов, завершаемые ноль символов. В C++ есть две возможности работы со строками. Это функции, унаследованные из библиотеки C, то есть это заголовочные файлы string, h или c string, и библиотечный класс C++ string, предоставляющий более широкие возможности представления обработки контроля строк. Тип данных string в стандартной библиотеке может проигрывать массивам символов в эффективности. Основные действия со строками выполняются в нем с помощью операций и методов, а длина строки изменяется динамически в соответствии с потребностями. Для использования класса необходимо подключить в программе заголовочный файл string. В заголовочных файлах stdlib и cstdlib содержатся полезные функции преобразования строк в числа. Давайте на примерах разберем. Пусть дана строка. Эту строку мы представим не как строку string, а как массив символов. То есть стандартные библиотеки stdlib и cstrim, стандартная область видимости. Главная функция. Описываем массив S типа чарт, то есть типа символов. Сказали по умолчанию, что наш массив будет содержать 100 символов. Сообщение. Видите текст. Вводим S. Выводим то, что мы ввели, и конец программы. То есть наша программа ввела какой-то текст, как массив, и вывела этот текст. Введите текст. Группа. То есть вот этот текст группа, он в компиляторе представляется как массив, состоящий из семи символов. Это символы G, R, U, P, P, A, и седьмой символ – это ноль символов. То есть то, что мы ввели, обратно вывели в таком же виде. Ноль символов, он не имеет изображения, поэтому не вводится. Если же я веду текст, который имеет разделители, разделителями являются пробел, табулятор, либо же Enter, то выведет он меня тот текст до первого разделителя. Это связано с тем, что син, консоль input, он вводит информацию с потока. Поток разделяется пробелами, табулятором и переходом на новую строчку Enter. Поэтому он взял первый элемент из потока, вывел его, а остальные – это будет уже следующая очередь, в следующий поток они пойдут. Чтобы избирать таких нюансов, при работе со строками лучше использовать не син. Рассмотрим этот же пример. Здесь, в том же массиве, единственное, что Max не 100 взяла, просто обозначила как константу, особой роли не сыграет, подключила библиотеку Asabio. И использую get из консоли get. Это объект и метод. Объекта, на данном случае, является у нас консольный поток ввода. Сама функция get означает взять, взять в эту переменную то, что находится в потоке. При этом она автоматически посчитает, сколько символов мы взяли. То есть посчитает размерность массива. Если использовать вместо sin, sin get, введите текст, и текст будет с пробелами, он все, что есть с пробелами, табулятор, enter, он все возьмет как единое целое. Это одна особенность работы с текстами. Но здесь мы работали с S как с массивом символов, не как со стрелкой. Строки над строками, так же, как и над числами, можно производить определенные операции. Это операция присваивания, это операция конкатенации, то есть соединения. Это операция сравнения и операция индексации. Операция присваивания. Вот здесь мы рассматриваем перемены не как символьный массив, а как стринг. Это менее выгодный вариант работы, но он тоже имеет место быть. Для того, чтобы работать с переменами типа стринг, подключила библиотеку стринг. Так, присвоила операция S в строке, присвоила текст группа. T присвоила значение 1, то есть и этот текст, и этот текст. Теперь, следующая операция, операция конкатенации, сложения. Я говорю, некоторая строка ST получится путем добавления к первой строке пробела и добавления к второй строке. Выведу, что я получила. Вывела группа 1. Была группа 1, вывела группа 1. Дальше. Вывести сравнение. То есть сравнивать мы можем в условиях. Их, там равно, не равно, меньше, больше. И можно сразу результат вывести. Это вы тоже знаете. Так мы работали с числами. При сравнении срок нужно учитывать, что тут идет лексикографическое сравнение. То есть сравнивать по длине строки и по символам. Любая строка, которая является короче, длина которой меньше, чем длина второй строки, считается меньшей строкой. Если же строки одинаковой длины, первый символ сравнивают по символам. Если первый символ первой строки встречается раньше, чем первый символ второй строки, то первая строка считается меньше. То есть та буква, которая в алфавике встречается раньше, такие слова считаются меньше. Если же, например, три буквы одинаковые, то он начинает сравнивать с четвертой буквой. Здесь сравниваем S не равно T. S у нас группа T это 1. Да, истина это единица. Да, не равно. Потом спрашивают, S-T меньше, чем S, а S-T это у нас сумма из трех строк. S-T меньше, чем S? Нет, 0. False, не меньше. То есть мы можем сравнить строки. К строкам помимо операции можно применить функции. Функции класса string для удобства можно разбить на несколько категорий. Это присваивание и добавление частей строк. Это мы только что рассмотрели. Мы его тут присвоили, добавили какие-то части. Преобразование строк, поиск под строк, сравнение получения характеристик срок. Но рассмотрим эти. Все, не все, большая часть, которую мы будем использовать, функции, приведены в таблице. Самая основная функция – это функция определения длины строки. S-T-R-LAM. Эта функция определяет длину строки без учета 0 символа. Чтобы скопировать строку в строку, можно использовать S-T-R-S-T-I через нижнее подчеркивание S. Это в новой компилятор, в новой версиях C-Plast-Plast. В старых, вот эта часть, нижнее подчеркивание S, оно отсутствует. Конкатенация строк или сложение двух строк складывают строку S-1 и S-2, и результат записывается в S-1. Сравнивают строки. Сравнивать можно по-разному. Тут сравнивают строку с учетом регистра. Здесь, вот это нижнее подчеркивание, еще и добавление S-T-I-C-M-P сравнивают без учета регистра. Сейчас, например, это разберем. К примеру, данные символьные массивы S, T, S-T и просто символ S-T-I. Тут, наверное, символ S-T-I мне не нужно, то есть следующая задача осталась. Макс, я просто определила размер массива по максимуму взяла. Комментарий, видите, первый текст S, вот я его ввела, видите, второй текст T ввела. Теперь он говорит, скопируйте S в S-T. Вот S я ввела, S-T нигде нету. Значит, S-T будет содержать тот же текст, что и S. Длина строки первого текста, то есть длина S. S-T-R-LEN-S. Потом вывели копию. Вот S-T то, что только что скопировали, S то, что мы ввели. Теперь давайте сразу посмотрим. Введите первый текст S. S-Gруппа. Введите второй текст, тоже группа, но первые две буквы заглавные. Он говорит, длина строки первого текста. Группа, 6 символов. Вот он эту группа S скопировал в S-T. Вот тут получается копия S-T, вот вывелась и S. Группа, группа. Теперь S-T-CAT это конкатенация, сложение двух строк, причем вторая строка складывается с первой, и все это хранится в первой. Вывели объединение двух текстов, вывели S-T. Вот эту первую. Объединение двух текстов, группа, группа. Так как S это копия S-T, получается группу, S-T сложились с группой S. Сравнение с учетом регистра. Функция S-T-R-CMP. Сравним S и T. S у нас группа, T тоже группа, но первые два символа верхнего регистра. Что он говорит? С учетом регистра 1. То есть, эти две строки, они одинаковые. В сравнении без учета регистра, он говорит 0. Эти символы не одинаковые, так как символы верхнего регистра встречаются раньше, чем символы нижнего регистра. То есть, одно и то же слово записано по-разному. С учетом регистра, он говорит, да, это одно и то же, без учета регистра, нет, это разные слова. Следующая группа функций – это группа по обработке одного символа. Эта группа позволяет определить, является ли введенный символ буквой или цифрой, является ли только буквой из альфа, является ли только цифрой. Вот эти два определяют, является ли символ в верхнем или в нижнем регистре, является ли пробелом, является ли символом нижнего регистра. Вернее, он преобразует символ с верхнего регистра в нижний и наоборот. Здесь введите букву «ст», ввела букву «ф», и с альфа он определяет, это буква или цифра. Если буква или цифра, он дает истину, в остальных случаях он дает ложь. Введите букву «ф», вернул нам 258, так как это положительное число, это считается истиной. Введите еще одну букву «ст1», из апперы, верхний регистр, ввела «а» за главную верхнюю регистр, он говорит, да, это истина, это верхний регистр. Теперь эту же программу прогнали второй раз, введи букву, вместо буквы или цифры ввела знак, он говорит, 0, это не буква и не цифра. Введите еще одну букву «ф» уже в нижнем регистре, он опять дает 0, то есть это не верхний регистр. Остальные функции по работе символов прогоните самостоятельно, проверьте. Часто используют функции поиска, но это уже не к отдельным символам, а к строкам. Функция str-shr проверяет, входит ли символ C в строку S. Здесь проверяет длину, вернее, выдает длину начального сегмента строки S1, который содержит те символы, которые не входят в строку S2. Это, например, понятнее вы берем. Здесь, наоборот, которые входят, а это указывает на первое вхождение любого символа строки S2 в строку S1. К примеру, введите текст S, первый текст, введите текст T, второй текст. Он проверяет str-cspn. Так, что он делает? str-cspn определяет длину начального сегмента строки S1, содержащего те символы, которые не входят. То есть он берет строчку S и T и проверяет, вот в этой строке здесь какие символы не совпадают. Вот первый текст – группа, второй текст – pp. Что здесь не совпадает? Первый групп, вот эти три символа не совпадают, он говорит, вот три символа не совпадают. Теперь str-c-hr что делает? Он проверяет, есть ли символ в строке. Для этого мы ввели одну букву st. Вот эту букву он проверяет, встречается она в S или не встречается. Так, введя букву U, встречается? Да. И вот начиная от этой буквы, которая встретилась, до конца выводит текст. Уппа. То есть вот в этой части эта буква встречается. Введите еще одну букву. И опять та же функция, но здесь уже ввели букву, которой нет в этом слове. И здесь она либо возвращается, но считается, что она возвращает ноль, на самом деле вы ничего не увидите. Теоретически будет написано, если символ не найден, то ничего не возвращает, или же возвращается ноль. Есть группа функции преобразования. То есть это те группа, которые преобразуют строку в целые числа. В целые числа, вещественные числа, в длинные целые числа. Но это при том условии, если наша строка содержит цифры. Если же строка помимо цифры содержит какие-то символы или буквы, то вернется ошибка, и преобразовать строку в число будет невозможно. И функция стандартной библиотеки. GetChar, GetS. GetS мы сегодня смотрели. Это из библиотеки C. Например, веди текст. С – это у нас массив символов. Вели S. И он переводит то, что мы ввели, а то и инт, инт, целое число. Потом говорю, вывести не само число, а к этому числу прибавило какое-то число 5. Просто проверили действительно это число, не число будет работать, не будет работать. Вот вела S – это 4, 5, 6. Это не число 456, это символы 4, 5, 6. Дальше они преобразовались в целое число 456, прибавили 5 – это 461, и результат вышел на экране. То есть таким образом мы правильно преобразовали строку в число. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели такой тип данных, как строка. Сказали, что в C++ чистого вида строки нет. Строка рассматривается как массив символов. Но в то же время можно воспользоваться библиотекой string из C. У этой библиотеки есть свои функции, которые применимы к строкам. То есть мы можем определить длину строки, соединить строки, проверить вхождение строки. Можем из строки получить текст и, наоборот, из текста получить строку, если текст состоит из символов и из цифр. Мы можем определить длину строки. На экране вы видите вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы. На этом сегодняшнее наше занятие завершено. Практическую часть закрепления этой темы мы с вами посмотрим на практических лабораторных занятиях. Продолжение следует...